Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Около 200 самарских семей не могут расплатиться по валютной ипотеке. Сейчас они пытаются обратить внимание региональных властей на свои трудности и 28 февраля намерены провести пикет. Проблема выплат по валютной ипотеке коснулась многих и в правительстве сейчас пытаются ее решить. Банки с 2007 года активно выдавали населению займы под 8-11% годовых в долларах, евро, швейцарских франках и даже японских иенах. Декабрь минувшего года показал, насколько могут быть опасными займы в валюте. Платежи граждан увеличились в несколько раз, а банки только потирали руки. С 16 по 24 февраля граждане активно жаловались антимонопольщикам на стоимость молока. Только за неделю зафиксировано 47 обращений. Много жалоб вызывают цены на фрукты. За неделю поступило 46 обращений. 24 жалобы поступило на стоимость овощей. Цены на свинину и говядину вызвали недовольство 23 раза за неделю. В материалах ведомства отмечается снижение количества жалоб. Но ничего удивительного, все привыкли. В 2015 году турпоток из Китая в Россию может вырасти на 15%. По данным АТОР, Россию посетит около 1 миллиона китайских туристов. В связи с этим администрация Сочи и Министерство курортов и туризма Краснодарского края разработали план развития российско-китайского туризма. Будет создана ассоциация туроператоров, которая получит право работы с китайцами и даже выпустит специальный каталог на китайском языке с описаниями маршрутов. Кроме того, будет проанализирована возможность по организации прямого авиасообщения между Китаем и аэропортами Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы. Странно, что Крым пока молчит о сотрудничестве с Китаем. Им-то в первую очередь надо суетиться. Российский фондовый рынок в четверг открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1753 пункта. Среди лидеров роста – акции КамАЗа, Преф и Ростелекома, Мичел, Россети, ФСК ЕС. Лидеры падения – акции Алроса, Полюс Золота, Мегафона и Северсталь. Российские индексы на открытие отыгрывают повышение нефтяных цен. Позитивному старту торгов также способствовали хорошие новости из Азии, а также поступающие новости о снижении напряженности на востоке Украины. Рейтинговые действия Moody's, по мнению аналитиков, уже отыграны, и к ним не вернутся в ближайшее время. Курс доллара на 26 февраля – 62,59 рубля, курс евро – 71,16 рубля. Золото стоит 2427 рублей за грамм, серебро стоит 32,84 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 61,37 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok